Всем добрый день! Сегодня мы с вами приготовим шакшуку. Шакшука это один из моих самых любимых завтраков. Он готовится нереально просто, достаточно 15-20 минут максимум, и вы уже сыты и довольны. Набор ингредиентов максимально прост. Это лук, болгарский перец, обязательно мясистые и сочные томаты, немного чеснока, острый перец по желанию, и также в этом блюде очень важны специи. Обязательно должна быть зира и сушеный базилик. Именно благодаря им блюдо получается таким незабываемым и обретает свои вкусовые качества. Ну что, начнем? Начнем мы с лука. Я люблю добавлять в шакшуку именно красный лук, так как он добавляет немного своей сладости. Таким образом научил меня чистить лук мой дед. А когда я устроился работать в ресторан, меня там отругали и сказали, что так лук чистить нельзя! Лук мы нарежем маленькими кубиками. Одной половинки будет достаточно. Сладкий перец мы также нарежем небольшим кубиком. И также добавим один зубчик чеснока. Я обязательно его сначала давлю ножом, чтобы он выпустил все свои соки. Нарезаем как можно мельче. Если вы не любите чеснок, не обязательно его добавлять. Но он также добавляет свою пряность, поэтому я считаю, что он здесь не лишний. Также нам потребуются помидоры, но предварительно их нужно очистить от кожуры. Таким образом, немножечко разрезаем посередине. И заливаем их кипятком. Благодаря такой термообработке кожура с помидоров слезет очень легко. Перенесемся к сковороде. Если верить истории, блюдо берет свои истоки из Израиля. А израильчане очень переживают по поводу своего здоровья. И поэтому используют оливковое масло. Добавляем немного оливкового масла. И следом на него высыпаем специи. Эта зира обязательно протрите ее через руки, чтобы она максимально раскрыла свой вкус. И туда же добавьте сушеный базилик. Следом сразу же добавляем лук. Аромат просто нереальный. И немного сбавляем газ. Вы можете заметить, что лук немного приспустился и уже приобретает золотой оттенок. Именно в этот момент мы добавляем болгарский перец. Помидоры постояли в кипятке буквально 4-5 минут. И просто посмотрите, как легко от них отходит шкурка. Помидоры почищены. Осталось их порезать как можно мельче. Можно даже протереть на терке. Просто режем в кашицу. Добавляем сразу же томаты. И обязательно сразу же присолите их. Соль способствует выделению влаги, а нам нужен именно соус. Еще немного сбавляем огонь. Ставим его почти на минимум. Можно даже немножечко примять лопаткой, чтобы томаты быстрее выпустили свой сок. В тот момент, когда овощи уже стали похожи на соус, добавляем чеснок и мелко нарубленный острый перчик. Примерно такая консистенция у нас должна получиться. Овощи почти вытопили весь свой сок. Еще чуть-чуть и мы добавим яйца. Перед тем, как добавить яйца, сформируйте вот таким вот образом для них гнездышки. Буквально ложкой продавите. И разбиваем в них яйца. Особенность этого блюда заключается в том, что яйца не должны жариться. Они должны вариться и томиться в этом соусе. Еще немного подсолим наши яйца. И можно накрыть это крышкой буквально на 2 минуты. Все, блюдо у нас готово. Буквально 2 минуты под крышкой. Белок уже успел свернуться, но желток остался жидким. Присыпаем все это свежим базиликом. И совсем немного укропа. Можете заменить на петрушку. Я просто люблю укроп. Готово. В классической вариации это блюдо подается либо с питой, либо со слегка обжаренным хлебом. Также блюдо рекомендуется есть прямо со сковороды. Потому что сковороды куда вкуснее. Делается это таким образом. Сначала рвется желток. Потом подбираются овощи. И все, готово к употреблению. Вот такой сытный завтрак у нас получился. Время заняло 15-20 минут. Но зато как это вкусно. Если понравилось видео, ставьте лайк, оставляйте комментарии, подписывайтесь и включайте колокольчик. Всем до новых встреч и приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok